Сегодня 25 мая, четверг. Смотрите выпуски телеканала ОСА. Благоустройство улицы Кравченко обрастает новыми задачами. Расскажем, кому решать. Промост через Чулым, капремонт домов и школьные ремонты. Депутаты райсовета задавали вопросы краевому парламентарию Владимиру Чернышенко. Услышать ответы важно и сельчанам, и горожанам. Неожиданное наследство Ачинской обувной фабрики. Дата выпуска 2007 год. Все это, конечно, уже вышло из моды. Смотрите, где обувь раздают бесплатно. Продолжение следует... 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 Давайте, вот давайте, я только за, и сегодня есть решение, есть решение, мы поднимаем этот вопрос, не ждать, не ждать, а прямо вот по состоянию дома, я понял, ваши вопросы будем задавать и будем решать эти вопросы, в частности, по району Малиновка, да, Малиновка одна, еще есть, вот давайте вот от лица, но прямо сегодня, завтра эти вопросы мы поднимем, и я вам в понедельник, во вторник, пусть я в начале месяца читаю. Получив ответы и информацию, депутаты договариваются, чтобы наверху лучше решали проблемы сельчан, а жители района лучше знали о планах краевой власти, нужно чаще встречаться. Внимание, ярмарка, швейное предприятие Кинишма, яркие новинки, платье на любой вкус и фигуру. Ачинск, открытая площадка ТЦО «ФАВИТ», 26 мая по 7 июня. Экономим с ПРОАВТО. Бесплатная замена масла и качественный шиномонтаж, все в одном месте. Широкий выбор оригинальных спецжидкостей. Улица ПРОФСОЮЗная, 36. Четыре дня безумных скидок в магазинах РБТ. Отдел оптика аптечного центра губернские аптеки приглашает Ачинцев бесплатно проверить зрение. Здесь же вам помогут подобрать подходящие очки или контактные линзы и аксессуары к ним, капли и витамины для глаз. Большой выбор солнцезащитных очков. Новинка очки 3 в 1 со съемными солнцезащитным и клипом антифара. Ультразвуковая чистка очков. Смотрим ли это ясно вместе с губернскими аптеками на Кравченко 7А. У нас в мебельных салонах КМК все просто. Пришел, увидел и купил. А еще получить скидку 20% проще простого. КМК. Всегда удобно. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Филиал инжиниринг строительства обслуживания Вачинский примет на работу. Токари, газорезчиков, обрубщиков, монтажников, конструктора, механика, мастера, специалиста отдела труда. Социальный пакет, питание, путевки, материальная помощь, медобслуживание, жилищная программа. Для иногородних компенсация аренды жилья. Обращаться по телефону 310-91. Собеседование проводится понедельник и среда, АГК 2 проходная с 9 до 11 часов. В ООО «Экотранспорт» требуется водитель автомобиля. Мусоровоз. Категория С. Телефон 8-965-956-37. Водитель погрузчика. Грузчики. Телефон 8-902-911-38-54. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. Полицейские в Красноярске задержали группу автоподставщиков. На их счету более 100 таких афер. Как рассказали в полиции, мошенники покупали дорогие иномарки Porsche, Mercedes и другие, а затем устраивали подставные ДТП, где разбивали автомобили. После оформляли необходимые документы и получали солидные выплаты от страховых компаний. Примечательно, что в вопросах выплаты компенсации по ДТП злоумышленников консультировала сотрудница одной из страховых организаций. Накануне оперативники и росгвардейцы задержали ее и еще пятерых умельцев. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Максимальный срок по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Новости ОСА ведут книгу памяти погибших земляков. Сегодня минусинцы простились с Семеном Малаховым. Сообщение о его гибели появилось на официальном сайте. Он родился и вырос в Минусинске. Всю жизнь занимался спортом. В начале 10 лет тренировался в школе Олимпийского резерва. Побеждал в юношеских турнирах, спартакиадах и соревнованиях под зудо и самбо. Получил звание кандидата в мастера спорта. После девятилетки поступил в училище Олимпийского резерва в Абакан. Отслужил в армии. В ноябре прошлого года Семен Малахов заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. Обстоятельства и дата гибели его не сообщаются. Ему было 28 лет. А эта тема касается тех, кто работает не по сменам. В Госдуму внесли предложение увеличить рабочую неделю до 6 дней. Причем это не первое подобное предложение. Ранее речь шла о сокращении рабочей недели до 4 дней и о 5-дневке с сокращенной пятницей. А мы вышли на улицы города и спросили Ачинцев, какая рабочая неделя им комфортнее. Я бы согласился на 5-дневную рабочую неделю с сокращенным пятничным днем. Но вы же понимаете, что тогда, скорее всего, доход ваш немного сократился. Понимаю. Но это компенсируется другим отдыхом и временем провожения с семьей. Ну, я не знаю, потому что для какой организации, как оно лучше. Ну, я считаю, что 5-дневка все равно, как работали, так и должны работать. Но 6-дневка-то тоже тяжело для людей-то. 5-дневка? Не знаю. Обычная 5-дневка? Да. Ну, а почему? Так привычнее? Да. У меня 2 через 2. То есть, вас так устраивает? Да. Мы уже люди взрослые, как бы мы это. Вот, вы понимаете, человек неделю отработает, да? Вот 6 дней. Я работал как-то без выходных. Это очень тяжело. Это не обоснованно абсолютно, увеличение недели. Неделя, вот да, как есть. Посменно. Мне удобно так. 3 на 3 работать. Ну, против 6-дневной однозначно. Конечно, как 6 дней можно работать. 4-дневная рабочая неделя мне более удобная будет. Слышал, что и такие поправки хотят вносить. Мне кажется, больше свободного времени будет. И люди, зная, что короткая рабочая неделя предстоит, будут выкладываться по полной в преддверии 3-х выходных дней. А не пугает, что от этого заработок, скорее всего, сократится? Нет, не пугает. Больше времени останется на жизнь, на хобби, на увлечение. Отметим сокращение или увеличение рабочей недели, пока только предложение. Ранее подобные инициативы дальше проекта не уходили. Николай Челемных, Константин Алексеев, телеканал ОСА. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С приходом тепла перед модницами всегда встает вопрос, стиль или комфорт. А что, если все это можно совместить? Сейчас расскажу, где Аченки смогут подобрать легкое, удобное и при этом модное платье. Легкие, натуральные и дышащие ткани кенишемского швейного предприятия – это залог комфорта в летнюю жару. При этом в таком платье любая модница будет выглядеть стильно. Прямой крой, яркая полоска или клетка никогда не выходят из моды, а значит, дамы будут точно в тренде. Ну а в дополнение к образу неплохо бы подобрать и украшения из российского серебра. Сделать это Аченские модницы смогут уже совсем скоро, ведь к нам в город едет уже полюбившаяся многим ярмарка. Здесь горожане смогут приобрести самую разнообразную продукцию отличного качества по доступным ценам. Запоминайте, где и когда. Ярмарка «Россия. Знак качества» приглашает Аченцев с 26 мая по 7 июня за продукции из разных уголков страны и Беларуси. На ярмарке вы найдете летние платья от шейного предприятия Кинишмы, Костромское серебро, белорусское постельное белье, конфеты, лучшие сорта меда, шкатулки, расписанные вручную доски. Только с 26 мая по 7 июня. Ярмарка «Россия. Знак качества». Площадка перед торговым комплексом «Алфавит». Площадка перед торговым комплексом «Алфавит». Спонсор прогноза погоды – магазин «Надомаркет». Лето, это «Надомаркет». Тут море товаров. Все, что надо для дома и отдыха. Выгодно и в одном месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok